всем привет с вами ольга донская и сегодня мы с вами делаем картину из фоамирана я заранее подготовила основу наклеенный фоамиран и вырезанные вот такие листья монстеры нам их нужно будет наклеить на фон чтобы их наклеить я предлагаю воспользоваться клеем пва для аккуратности можно использовать какую-то подложку например там полить на полиэтилене это делать или на бумаге и сам клей лучше взять клей строительный он вот например такого типа он лучше чем канцелярский в нем больше как бы клеющая способность самое главное аккуратно его нанести наносим обычной кистью тоненьким слоем все это размазываем и дальше все очень просто как в детском садике аппликация наклеили прижали расправили в принципе больше ничего не нужно у нас все получилось идеально нет никаких подтеков клеевых то же самое делаем со вторым листочком тоже наносим тоненьким слоем и приклеиваем все уголочки расправляем осталось подождать немножко чтобы все высохла и можно дальше уже собирать всю остальную картину а для остальной картины я приготовила разные цветы вот такие шикарные хризантемы это фоамиран единичка окраска тонировка пастелью разной немножко величины калы мы делали с вами на прошлом видео уроке тот кто не видел можете посмотреть там подробно указано вся методика изготовления розочки разных размеров я думаю что все мастерицы с ними знакомы в той или иной степени ну да если кто не знаком еще будет обязательно мастер-класс с розочками вот такого плана это бутоны хризантем один побольше день чуть поменьше и всякие листочки листочки хризантемные я сделала из фоамирана и зеленого и сделала с тонировкой чтобы были разные оттенки листья монстеры они у нас уже более такого толстого материала да и окрашенные ну то же самое розы немножко в разные оттенки я затонировала еще я буду использовать зелень искусственную готовую магазинную зелень для декораторских работ она из пластика и покрыта флоком она поэтому у нас такого благородного матового оттенка не блестящая я ее подобрала всю в тон моей картине будем разбирать на листочки и где-то их подклеивать вот такие вот еще яркие листы листочки для роз для акцентов я собрала примерно вид картины какой бы я хотела видеть более подробно рассказывать учить как создавать вот такие картины я буду на своем мастер-классе композиция для декораторов желающих приглашаю по мере комплектации группы обязательно начнем расскажу как это все делается а пока я беру каждый элемент и закрепляю его на том месте которое ну вот я для него отвела начиная с более крупных элементов и тем как те которые проще подклеить у меня это листья монстеры кстати они у нас не гладкие они уже сразу имеют такую 3d форму поэтому я проклеиваю только по уголкам кончики и серединку то есть мне нужно подхватить листочек но при этом чтобы он у нас не касался фона а был немножечко в объеме выступал над фоном и те элементы которые ничему не мешают ну вот скажем ягодки да я наклеиваю тоже сразу достаточно легко до них добраться они мне сразу создадут каркасные точки композиции цветы клеем либо за основание вот те цветочки которые у нас развернуты на зрителя это вся нижняя часть нашего букета просто капелька клея и придаем нужное направление можно прямо параллельно картине можно не с небольшим наклончиком клеить здесь уже смотрите на ваш вкус разверну чтобы не было немножечко удобнее и вторая хризантема то же самое смазываю ее основание и подклеиваю теперь остальные цветы которые более мелкие я стараюсь можно было кстати закрепить булавками но я стараюсь просто поднимать цветочек с места мазать клеем и возвращать его обратно так чтобы не потерять конфигурацию своей композиции ягодки из пластика клеится очень легко тут важно не перегревать пистолет чтобы они не расплавились и кстати затонировала дополнительно акриловой серебряной красочкой чтобы они у меня больше гармонировали с цветом ну а вот уже пошла у нас зелень зелень пока просто прикладываю через какое-то время когда закреплю остальные элементы я ее подклею еще один объемный листочек монстеры точно также делаю тоже смазываю клеем только краешки серединку и приклеиваю и создаю тоже объем чтобы он у меня не полностью касался фона а был немножечко выпуклым мелкие розочки те которые у меня находится вокруг на листочках тоже сразу можно подклеить они ничему не мешают очень удобно придаем сразу им форму буквально капля клея все готово вот теперь цветы на бутонах ну кстати ты тут стебелек добавила буквально тоже смазали приклеили важно сохранить направление вот для этой розы тоже лучше сделать стебель вот теперь кау и они у нас на проволоке в прошлый раз я объясняла что правильно сделать шов на стебле так чтобы он у нас ушел к обратной стороне картины чтобы его видно не было сейчас я придаю форму каллам и подрезаю стебли на нужную величину чтобы у меня хвосты не торчали я все хвосты будут скрыты внутри букета вот разворачиваю цветок на зрителя чтобы он смотрелся наиболее интересно это же несколько капель клея вдоль стебля и самого цветка и обратно клею на прежнее место кстати кала сделанная по такой технологии она позволяет за счет того что у нас серединка у нее проволочная можно придать ей направление головы направление цветочка сейчас самое главное изогнуть цветок так чтобы у нас наиболее эффектно смотрелся отрезать все лишнее и приклеить его на его уже постоянное место у меня кстати все стебли смыкаются внутри под хризантемами видно не будет я потом еще дополнительно это все заклеили с точками и у меня будет такое чистенькое красивое соединение тоже лишнее все убираем сразу придаем форму и вклеиваем вклеиваем все элементы сперва те которые по краям а потом снизу вверх идем то есть сперва слой который ближе всего картине потом те элементы которые находятся уже над ними поэтому персиковую розу мы наклеим с вами последний момент аккуратно подхватываем все краешки и маскируем лепестками чтобы видно не было и и фиксируем сам цветок розу пожалуй все таки лучше на стебель поставить у нее будет более красивый тогда изгиб я добавляю стебелечек и вклеиваю ее ну кстати стебель здесь не очень реалистичный поэтому я его обязательно закрою листочками и у 2 розы тоже самое тоже сделаю стебель и тоже его сейчас закрою листиками буквально несколько капелек и фиксируем на выбранном местоположении теперь листочки листочки сразу вырезаны им придана форма они затонированы то есть практически готовые и они нам позволят закрыть все стебельки и сделать центр композиции центр тяжести нашего букета более таким весомым плотным и объемным их разных тонов наклею эти листочки и в разных направлениях чтобы они наиболее естественно смотрелись тем не менее у нас картина все-таки декоративная нереалистичная поэтому я листья для роз сделала более светлые чтобы они у нас гармонировали со светлым со светлой зеленью которую я уже использовала потому что все таки ну реализм это не самое важное самое важное чтобы это все красиво сочеталось и закрываю сверху пластиковой зеленью клею тоже ее очень аккуратно буквально несколько капелек и она нам дает уже и изящество и объем и такую воздушность придает нашему букету опять таки все окончания стебельков я перекрываю листьями так чтобы у нас голых стеблей нигде не торчало еще несколько букет бутончиков несколько листочков добавлю такие последние штришочки акценты которых не хватает они нам создадут такое дополнительное изящество в нашем букете может быть здесь эта веточка будет лучше смотреться наверное так вот у веточек я тоже обрезаю сразу все лишнее использую только ту часть которая мне нужна в букете и стараюсь приклеить так чтобы наиболее естественно это смотрелось ну и буквально еще пара-тройка веточек чтобы придать букету более естественный вид вот что у нас получилось если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайки спасибо